Доброе утро! В эфире Вести Магнитогорск в студии Галина Кочерова. В Магнитогорске на борьбу с дырами в асфальте вышла новая техника. Немецкий агрегат ремонтирует дорожное полотно пневмонабрызгом. Такая технология в регионе применяется впервые. И если она приживется, город купит еще одну машину за 10 миллионов рублей для межквартальных проездов, отметил глава города Виталий Бахметьев. Я думаю, что оправдывает. Вчера они уже сделали ямы, заделали на Ворошилово. Уже другой вид. Во-первых, это, как я сказал, производительней и дешевле, чем обычная укладка горячего асфальта. Так меньше, чем за час пневмонабрызгом обновили одну из сторон улицы Советской. Стоит отметить гарантия на такие заплатки два года. Воздух в Челябинской области станет чище. Три крупнейших предприятия подписали соглашение о взаимодействии в сфере экологии с Министерством природных ресурсов Российской Федерации, Росприроднадзором и правительством Челябинской области. Так, Магнитогорский медкомбинат, Челябинский трубопрокатный завод и ООО «Мечелкокс» до конца будущего года обязуются выполнить комплекс мероприятий по снижению загрязнения водоемов и выбросов атмосферы. Согласно новому соглашению, ММК на реализацию природоохранных мероприятий до конца 2017 года направит более 4,5 миллиардов рублей. Сегодня на Южном Урале начинаются губернаторские приемы в честь Дня Победы. В этом году они пройдут в каждом муниципалитете по месту жительства ветеранов. С наступающим праздником фронтовиков и тружеников тыла поздравят представители органов власти, творческие коллективы, исполнят песни военных лет, а завершатся приемы праздничным обедом. Каждый приглашенный получит денежную выплату 2000 рублей. Сегодня праздник в Агаповском, Аргоярском, Ашинском районах, 6 мая в Магнитогорске, а также в Брединском и Картолинском районах. В течение недели торжества пройдут по всей области. Сейчас на Южном Урале проживают 42 тысячи ветеранов Великой Отечественной войны. Накануне в Магнитогорск прибыл ретропоезд. 90 ветеранов РЖД проехали по уже традиционному маршруту Картолы-Магнитогорск. Во главе ретропоезда паровоз 1952 года выпуска. Он до сих пор на ходу. Правда, теперь это происходит всего несколько раз в год на праздничных мероприятиях. А в годы Великой Отечественной войны составы из Магнитогорска в Челябинск шли один за другим. Ежесуточная отгрузка броневой и снарядной стали из цехов комбината составляла более 25 тысяч тонн. Также по Южноуральской железной дороге перевозили военных, технику и продовольствие. Далее о том, какая погода будет сегодня. Я же с вами прощаюсь и желаю добрых вестей. Только один день. Модная одежда из натурального льна. Стильные платья, брюки и блузки. 8 мая во дворце спорта Рамадана. В Сершенпенуазе сегодня днем воздух прогреется до 17 градусов. В Кизильском районе ожидается до 18 со знаком плюс. В Верхнеуральском районе столбик термометра покажет плюс 15. И в Магнитогорске без осадков днем до 17 со знаком плюс. ПОДПИШИСЬ! 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 ПОДПИШИСЬ!